Всем привет, с вами Megabzor.com И сегодня героем нашего обзора будет новинка от компании Playme Это Full HD видеорегистратор с Wi-Fi модулем Playme Nambus Он выполнен в компактном корпусе и удовлетворяет даже будущим ужесточением российского законодательства связанным с отсутствием помех в видимой части лобового стекла Сейчас вы видите данные по дневной съемке, напомню по ссылке текст обзора Там можно посмотреть ролики в полном тайминге и по необходимости там же запросить исходники Стоимость основания публикации 5500 рублей, актуальные цены всегда доступны по ссылке в описании к этому видео Комплект включает адаптер питания, прикуритель, USB кабель, руководство полис на русском языке и гарантийный талон Выполнено устройство в компактном корпусе, вытянутой формы, по габаритам он немногим больше флешки Это дает возможность свободнее подходить к подбору места его размещения, например в верхней зоне лобового стекла или за салонным зеркалом Ножка крепления является общей частью корпуса Для фиксации применяется пластина двухстороннего скотча Оптимальный способ крепежа в условии широкого диапазона температур в течение года на территории России Это же отражено в отказе от литиевой батареи, здесь установлен суперконденсатор Он не подвержен сдутию под лучами солнца и сохраняет работоспособность в зимнее время А накапливаемого заряда вполне хватает осуществить аварийную остановку записи при обрыве питания На лицевой стороне отнесены логотип производителя и отметки по поддержке Full HD и оснащение Wi-Fi Здесь же объектив собран из стеклянных линз угла обзора 142 градуса, диафрагма 1.6 Слева многофункциональная клавиша управления, отверстие микрофона и светодиодный индикатор активности Спортеположный саймный разъем microUSB, используемый для подачи питания, слот для карты памяти microSD Поддержка, емкий накопитель, объем до 64 ГБ Есть разъем для опционального GPS-модуля Комплектуется видеорегистратор с разборным адаптером питания, он состоит из 3-метрового кабеля и адаптера в прикуриватель Дополнительно к тому разъему, что используется, можно подключить еще и, например, запитать ваш смартфон Или зарядить какое-то другое устройство В данной модели нет дисплея, и отчасти это связано с общими габаритами системы Но необходимости на самом деле тоже нет, это не комбо-видеорегистратор Один раз поставили, и все, и, собственно, дальше он не особо и нужен Использовать данный видеорегистратор можно не только с классической установкой на лобовом стекле Но можно и поставить, например, в качестве дополнительного на заднее стекло Или использовать связку из двух таких видеорегистраторов Компактный габарит и неприметный дизайн дают возможность не снимать его на время парковки Бесплатное приложение Avidur доступно для iOS и Android Первым шагом требуется подключение к запускаемой точке доступа После соединения выводится потоковое изображение с камеры Кнопки запуска видеосъемки, создания снимков Проведение детальных настроек системы За смартфон это проводить удобнее, чем с ограниченного площадь дисплея Меню на русском языке Выводится список файлов, выбранные можно удалить, защитить от перезаписи, перенести память смартфона Отдельные вкладки для файлов по срабатыванию, G-сенсоры и те, что сняты в режим парковки Съемку данный видеорегистратор ведет в Full HD Скорость 30 кадров в секунду Установлена матрица GC2053 Данные с нее обрабатывает процессор Allwinner 831 Так, это частота 800 МГц 64 МБ типа памяти DDR2 Съемка в дневное и ночное время ведется с высокой четкостью Напомню, по ссылке текст обзор там может посмотреть и, если необходимо, исходники запросить Как итог, получаем видеорегистратор со скрытым способом установки Исполненный в компактном корпусе и оснащенный суперконденсатором В нем сочетаются качественное техническое оснащение и беспроводной модуль Wi-Fi Позволяющий управлять за настройками и переносить файлы в память смартфона с помощью приложения С удовольствием обсудим с вами Playme Nambus Лайк, подписка приветствуется Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал